На неделе Армения направила в Россию официальное письмо с требованием вывести пограничников ФСБ России из Ереванского аэропорта Звардноц. Об этом на брифинге заявил секретарь Садбеза Армен Григорян. Армения направила официальное письмо в Российскую Федерацию с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звардноц должны нести службу армянские пограничные войска. Согласно договору о статусе погранвойск России на территории Армении от 30 сентября 1992 года российские пограничники охраняют границы республики с Турцией и Ираном. В пограничное управление ФСБ в Армении входят четыре отряда в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском аэропорту Звардноц. В российских пограничных войсках на территории Армении возможна служба и граждан республики. В конце февраля спикер Национального собрания Ален Симоннян заявил, что было бы правильно, если бы российские пограничники ушли из аэропорта. Несколько раз подтвердилось, что они не защитили. Они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах. Что они сделали? Выпроводили армянский народ. Мы помним, как после антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которой непризнанное образование НКР прекратило свое существование, армянский премьер Никол Пашинян беззастенчиво обвинял Россию в том, что, дескать, это именно российские миротворцы не защитили мирное население Карабаха. В наступивших сложных отношениях двух стран инициатива расторгнуть договор о статусе погранвойск России это новый шаг в сторону их ухудшения. Ранее, как мы знаем, Ереван заморозил свое членство в организации договора о коллективной безопасности. По нашим оценкам, организация договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства перед Республикой Армения в сфере безопасности, в частности, в 2021-2022 годах. И это не могло пройти для нас без последствий. А на практике последствием этого является то, что мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ. На этом фоне армянские власти ускоренными темпами развивают сотрудничество с Западом. Пашинян заявил, что Республика Армения готова быть еще ближе к Европейскому Союзу. Насколько Европейский Союз посчитает это возможным? У Запада одна задача. Запад, конечно, сейчас стремится во всячески навредить России. Пытается использовать в этом отношении Армения. На неделе армянские СМИ сообщили сенсационную новость, что Армения собирается подать заявку на вступление в Европейский Союз. Якобы об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на закрытом заседании членом своей партии «Гражданский договор». По его словам, в течение месяца будет подана заявка на членство в ЕС. Российские эксперты считают, что это не блеф, а новая реальность в российско-армянских отношениях. Она будет развиваться, очень активно развиваться. И во Франции, в дипломатических структурах и в других структурах. Есть люди, которые уже работают над этим, уже подготовили соответствующие все проекты, как это сделать. Это неизбежно становится сейчас. Сейчас это больше имиджевый ход армянского руководства показать свою расположенность к Западу. А вот тесные контакты с членами НАТО. А вот где главная угроза стабильности на Южном Капказе. На неделе Ереван посетил министр обороны Греции. Обсуждалось оборонное сотрудничество в форматах Армения-Греция-Кипр и Армения, Греция-Индия-Франция. Чуть ранее Армению впервые в истории посетил министр обороны Франции. Все эти визиты говорят о том, что Армения сворачивает военное сотрудничество с Россией. Речь идет о том, что в Армении уже принято политическое решение отказаться от любой системы безопасности с участием России. Это решение принято и оно последовательно сейчас будет реализовываться в жизни. Это касается и общей концепции, имеется в виду стратегии действий Армении и ее вооруженных сил. Это касается аспекта поставки вооружений. То есть фактически речь сейчас идет уже о том, что со следующего года полностью Армения перейдет на вооружение, поставляемое странами Запада. Также, по мнению экспертов, может быть поднят вопрос и о нахождении российских пограничников на армянской территории и о целесообразности вывода российской военной базы из Юмри. Они получили фактически полное добро на то, что их берут на систему обеспечения, военного обеспечения. Для Франции, условно говоря, 100 миллионов евро потратить на Армению – это не проблема. То есть это фактор, который для них перевешивает сейчас очень много. Но, с другой стороны, не может же Россия смиренно принять навязываемые новые реалии. Для Москвы то, что сейчас происходит – стратегически важный вопрос, поскольку он подразумевает изменение баланса сил в регионе. Российский эксперт уверен, что необдуманных решений не будет. В Кремле смотрят шире и не будут демонстративно создавать экономические проблемы Армении. Но на длинном треке армянская экономика может потерять. Это может привести, достаточно и Армения это понимает, значит, к серьезному ухудшению финансо-экономического положения. Армения так географически расположена и так устроена экономически, что ей крайне тяжело обходиться без России. Это будет очень сложно. И эта фактор является объективным. Антироссийские действия Еревана делают крепче отношения Москвы и Баку. Ведь сближение Армении с Западом может создать серьезные проблемы и для Азербайджана на Южном Кавказе. В первую очередь, Франция дает Еревану надежду на своеобразный реванш или хотя бы попробовать отыграть некоторые позиции на треке мирного переговорного процесса с Баку. Отношения России и Азербайджана сейчас стабильны и прочны. В отношениях России и Азербайджана сейчас практически никаких проблем нет. Есть общее понимание, что нужно формировать экономическую структуру на Южном Кавказе как структуру, которая будет обеспечена и в плане безопасности. И Азербайджан к этому готов, и Россия к этому готова. Легких времен не будет для Азербайджана. Все, что происходит с Арменией, меняет качество уровня безопасности в регионе. Все идет к тому, что за Кавказе ждет серьезное противостояние. И сейчас очень важно, какую позицию в отношении Армении займет еще один серьезный игрок в регионе. Об этом в третьей части нашей программы.